Благодарим тебя, Господь, за каждый день. Благодарим тебя, Господи, за каждый из нас и за Твое присутствие на всяком месте, где мы есть, Господи. Спасибо тебе, драгоценный, за Твою любовь, за Твою жизнь, за Твою благость, за Твое благоволение, которое на каждом из нас, Господь, драгоценный Дух Святой. Веди нас сейчас, веди нас, просто сделай нас такими чуткими к Тебе, для того, чтобы мы слышали всё, что Ты от нас, всё, к чему Ты нас призываешь. Куда Ты нас направляешь, Господь драгоценный? Для чего Ты нас направляешь? Показывай нам направление, давай нам стратегии, давай нам тактики для того, чтобы мы двигались вместе с Тобой. Драгоценный, Господь, просто сейчас пусть Твоё присутствие, оно будет ощутимо для каждого, Господь драгоценный. Пусть Твоя любовь, она ещё, ещё, ещё больше, она будет ощутима для каждого, для того, чтобы мы двигались в Твоём живом потоке. И пусть эта река для нас, она будет для каждого сейчас ещё больше таким местом, где мы чувствуем себя свободно, как рыбы в воде, где мы чувствуем себя в этом потоке, где мы плывём в этой реке, Господь драгоценный. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас принимаешь, за то, что Ты нас любишь, за то, что Ты высвобождаешь эти свои потоки на нас, за то, что Ты нас насадил в своих потоках. Мы благодарим Тебя, Господь драгоценный, и благословляем Твоё имя, благодарим Тебя за всё, что Ты делаешь, драгоценный Иисус. Аминь. 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 Мы принимаем эту молитву, этот молитвенный поток. Аминь. Давайте мы на каждом на своём месте сейчас с верою, с верою утвердим, утвердим Божьи истины в своей жизни. И это будет хорошим началом для нашего сегодняшнего служения. И, пожалуйста, за мной повторяем. Но пусть это будет действительно с верою. Как мы говорили, подтягивайте сюда свои мысли. И если они сомневаются, побуждайте их верить Слову Божьему. Ибо это Божье Слово, а вера от этого растёт. Вера от слышания Слова Божьего. Я утверждён в праведности далёк от угнетения. Оружия мои духовной брани не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Я беру щит веры и угошаю все раскалённые стрелы врага. Я беру меч духовный, который из Слова Божья, и использую его против врага. Я искуплена от болезни. Я искуплена от духовной смерти. Я искуплена от нищеты. Я побеждаю всё, потому что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я стою в злой день, припоясавшись истиной. Я наступаю на змей и скорпионов и на всю силу врага. И ничто не повредит мне. Рука моя на шее врагов моих. Ты умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. Я помазана проповедовать, учить, целять, изгонять бесов. Я принимаю обилие благодати и дар праведности. Я царствую в жизни Христом и Иисусом. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. И всякий язык, поднимающийся против меня с осуждением, я обвиняю. Я укоренена и утверждена в любви. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте скажем дружно. Аминь. Аллилуйя, Господь, слава тебе. Слава, 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 слава. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Включаем микрофон и молимся. Молимся на иных языках. Возгреваем наше духовное состояние. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. 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 Скажите, что вы ощутили в молитве? Есть у кого-то какое-то переживание, с которым бы вы хотели поделиться? У меня есть. Хорошо. Светлана, поделитесь. Я увидела, как стержень внутри, и как припоясывание чресла на уровне всех, и духа, и души, и тела. И это всё было в таком поток, прям он как вот снаряжение, и как поднятие в духе каждого. И душа подсоединяется, и тело как вот подтянутость такое. Всё. Аллилуйя. Да, слава Богу. Вот смотрите, дорогие, что мы с вами имеем, с вами имеем на сегодняшний день, да, мы пророчествуем. А Писание говорит, кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание, утешение. И дальше я бы продолжила. Утешитель. Утешение. Утешитель же. Дух Святой, который пошлёт Отец во имя моё, говорит Иисус. Смотрите, какая связь. Кто утешает? Кто назидает? Кто увещает? Дух Святой через нас. Аллилуйя. Давайте скажем Аминь. Аминь. Это ещё одно основание духовное, библейское, которое говорит нам о том, что когда мы пророчествуем, это делает Господь через нас. Нам нужно свежее пророческое слово. И я попрошу сейчас Асю Сарксян сказать нам несколько слов пророческих. Пожалуйста, Ася. Во время молитвы было такое утешение. Я не знаю, почему проснулась и что-то, я не знаю, что в духе такое вот, какое-то переживание было. Но в молитве я утешилась, слава Богу. Вот такое было. Чувствую. Вижу такую картину. Не знаю, если, может, кто-то видел игры какие-то, да, вот как человек, силуэт человека. И график такой разный. И это ко всем, наверное, относится, я так понимаю, что эта учеба, вот я прям чувствую, ну, вижу, как заполняется этот график, как заполняются все уровни духа, души, тела, обновления больше через эту учебу. Ну, прям заполняется этот график через эту учебу. Ну, слава Богу, за эту учебу. Слава Богу. Хорошее, позитивное очень видение. Идет структурирование, идет наполнение. И вот то, что говорила Света, это очень созвучно. И дух, и душа, и тело получают этот стержень внутри нас. Этот стержень внутри нас. И у нас был очень хороший урок, который мы не закончили. Спасибо, Ася. Который мы не закончили. Я немножко напомню содержание того, что мы с вами успели пройти. И мы давайте все-таки его закончим. Потому что ключи, ключи, когда мы говорим о ключах, Как правило, это ключи от дверей. И это легальный вход. Это в наших руках как будто бы власть. Власть. Ключи дают власть человеку открыть то, что закрыто. И если это ключи от царства, подумайте, что Господь нам дает, какую возможность открыть этими ключами. И не забывая о том, что ключи, как правило, вставляются дверь в дверь, а Иисус есть дверь. То способность открыть через эту дверь и войти, войти в то, что мы уже с вами осветили. Через Иисуса войти в знание. Через Иисуса войти в понимание. Приобрести истины. Проницательность. Удалить препятствия. Вместе с Иисусом и Духом Святым. Мы должны начинать применять, обретать мастерство, высвобождать дела веры. Посмотрите, к чему у нас через эти ключи открывается доступ. По вере, которая активирует нас в духовном мире. Активирует. Мы говорили, что вера не имеет эмоций. Вера, она нужна нам для исполнения призвания. И чтобы войти в призвание, нам тоже нужны ключи. Это тоже дверь, которая открывается через Иисуса. И входим мы в эту дверь и с радостью, и с хвалою, которая очищает наш ум, дает духовные силы. Радость высвобождает ум Христов. Вот в каком снаряжении мы с вами входим в эти двери. Мы говорили с вами про молитву Духа, как генератор силы. Как снаряжение, как Божий инструмент для святых. И мы прикоснулись с вами к благодати. Я напомню определение благодати. Это дар, божественный дар, данный Богом. Способность. Это Божья способность. Понятно, что дар – это бесплатно. Давайте скажем аминь. Благодать – это бесплатно. Аминь. Аминь. Да, это Божьи бесплатные способности, дары, таланты и так далее, которые проявляются через человеческий сосуд, через нас с вами. В противоположность человеческим слабостям, в противоположность греху. Аминь – это возможность обладать Божьими бесплатными, опять я говорю, бесплатными, сверхъестественными способностями исполнить все, что хочет Бог. Вот такая сверхъестественная способность, данная нам как подарок, как дар – исполнить все, что хочет Бог. Аминь. Давайте скажем аминь. 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 И когда мы с вами говорили о благодати, прозвучали очень ключевые, опять ключ слово звучит, аспекты, которые как бы были в завершении нашего разговора прошлого, что дар, подарок, не забываем, что это подарок, это не наше, нам подарили, это не плод. Вот над плод. Вот над плодом, над плодами нам нужно потрудиться. ключ нам дан, ключ нам дан, ключ нам дан, ключ нам дан, но это еще не плод. Мы собираемся, чтобы перешагнуть, чтобы перешагнуть через нашу человеческую осторожность, взгляд на человека, чувствительность какую-то человеческую, именно человеческую. И впрыгиваем в эти воды, они новые для нас. И мы всякий раз, всякий раз, практикуясь, обретаем что-то новое, мы взращиваем этот плод, взращиваем этот плод на основании дара. Дан подарок, и мы им пользуемся, мы начинаем им пользоваться. И мы с вами также сказали, что духовность, духовный человек, это не зрелость, это еще не зрелость. Духовность важна и нужна. Но формирование зрелости, это тоже процесс. Потому что, согласитесь, нам порой не гневаться и не бояться сложнее, чем говорить на иных языках. Потому что говорение на иных языках – дар, а гнев – это характер. Чувствуете, да? Куда мы идем? По мере практики даров, которые основаны на Писании, на Слове Божьем, на истинном пророческом Слове, которое сбудется независимо от того, будем мы сотрудничать с Богом или нет. И оно сбудется. Лучше нам быть сотрудниками ему. Так вот, по мере формирования характера приходит зрелость. Приходит зрелость. И для этого нам очень-очень-очень нужна благодать Божья. Вот эта сверхъестественная сила, чтобы исполнить все то, что он хочет. Вот то, на чем мы с вами остановились. Есть серьезная ошибка. Да, многие святые верят, что каждый христианин, он должен быть на 100% совершенным. Совершенным. Это принадлежит только совершенным. В каждой сфере своей жизни, перед тем, как начать применять дары. И если бы это было так, ни один бы человек, уверяю вас, не смог бы служить в дарах. Идеальным является только Иисус. Давайте скажем аминь. 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 Но Бог имеет нас с вами, как что-то лучшее. Лучшее. Для использования. Мы то лучшее, что Господь берет и использует. Да, требуется продолжать освящение для того, чтобы стать зрелым в применении даров. Но активация даров в каждом из нас нуждается только в двух условиях. Только в двух условиях. Кто скажет, какие? Смелее. Вера. Аминь. 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 Да, вера и благодать. Вот это Божья сила, которая позволяет нам исполнить все то, что хочет Бог. Вера и благодать. Вот то, что нам с вами нужно. Есть у нас все это? Есть. Да, да, есть. Аминь. Аминь, дорогие. У нас это есть. Мы говорим по мере веры, значит вера растет. По мере благодати, значит благодать в нас через практику растет. И для этого вот они, наши ключи. Вот мы их разложили. Берите любой. Начинайте пользоваться. Смотрите, чего не хватает конкретно вам. И здесь, смотрите, дары, дары, мы используем дары. И каждый отдельный человек, обратите вот на это внимание, это важная, очень важная вещь. Человек на 80% может быть неправ доктринально. Практически он неправ, скажем так, доктринально. Ну просто он в завете с Богом. Но все его доктрины неверны. И все-таки он может служить в дарах. Кто-то может иметь нравственные проблемы в своей жизни. Но он все еще может двигаться в дарах. Проявление даров, это важно. Есть очень сильные люди, движущиеся в дарах. И вот проявление этих даров не доказывает нравственную чистоту. Не доказывает доктринальную точность. Не доказывает зрелость. Потому что дары не основываются на том, что сделал верующий. Они основываются на том, что уже сделал Иисус. Иисус, я повторю, дары, подарки даются не тем верующим, которые доктринально верны. Подарки нам приготовлены каждому человеку завета. И основываются они на том, что уже сделал не человек, а Иисус, Иисус. Давайте скажем «Аминь». 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 Это очень важная ремарка. Очень важная. Потому что дары – это бесплатно. Они не зарабатываются и не зависят от заслуг верующего. Это то, что сделал уже Иисус. И почему эти подарки можно раздавать людям завета. Людям завета. Вот это вот важно. Я еще раз повторюсь, что проявление даров, оно не доказывает то, какой жизнью мы с вами живем. Ни нравственную чистоту, ни доктринальную точность, ни нашу зрелость. Видели, как дети пророчествуют? Они пророчествуют очень легко. Очень легко. Зрелые ли они? Конечно, нет. Конечно, нет. Между нами еще существуют доктринальные различия. Есть разные конфессии. Мы еще не вошли в единство тела Христа. Господь пока с этими вещами разбирается. И мы тоже начинаем понимать, что мы члены не только по местной церкви, но первое и главное – вселенской. Мы члены одного тела. Но доктринальные взгляды разные. И мы уже услышали, что доктринально мы можем быть неправы. Но дар будет действовать, если человек о даре ревновал и его получил. И даже если он уже получен, а человек находится в нравственной нечистоте, этот дар все равно будет действовать. Потому что он от нашей праведности не зависит. От наших заслуг не зависит. Он основывается на том, что сделал Иисус. Давайте еще раз скажем. Аминь. 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 Это очень важное подтверждение. Очень важное понимание. Чтобы вы никогда не смотрели на человека. Всегда бы смотрели на Иисуса. Даже тот человек, который двигается в дарах, очень мощно. Это порой нам может дать неправильную картинку. Мы не сердцевецы. Можно увлечься личностью человека. И оказаться потом в разбитом состоянии. Потому что, когда выясняются ошибки в жизни человека. Нравственная нечистота. Вы видите, что есть те доктрины, которые идут в разрез с Писанием. Видите, что это какие-то разовые вещи. Нет зрелости в жизни человека. По плодам же мы узнаем человека. И очень многие могут споткнуться о людей. И чтобы этого не было, всегда свой взгляд нужно держать на Иисусе. На Иисусе. И еще один из ключей, которым мы с вами вообще, мы его не коснулись. Это пятигранное служение. Пятигранное служение. И эти функции в теле Христа раздает сам Иисус. Это не Дух Святой делает. Первое послание Коринфянам 12, 28. И иных Бог поставил в церкви апостолами. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные. Также дары исцелений, вспоможения. Управление. Разные языки. Это в первом послании к Коринфянам. Есть еще одно место, которое очень созвучно с этим. В Ефесянах в четвертой главе. Я тоже его прочту. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых. На дело служения. Для созидания. Не разрушения. Для созидания тела Христа. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Полного возраста Христа. И дальше по тексту. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству кого? Человеков. По хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в того с большой буквы, которой есть глава Христос». Давайте скажем «Аминь». 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 Смотрите, какой удивительный ключ нам еще дан. И для чего он дан. Я еще раз прочитаю это место. «Он поставил это пятигранное служение в церкви к совершению святых на дело служения для созидания тела Христа. Доколе все мы с вами не придем в единство веры и познание, а мы говорили один из ключей, познание сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста, речь идет о зрелости, полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». Вот о чем речь, да? Младенцы – это те, которые могут использовать дары. Но мы говорим о полном возрасте, о зрелости. А что делают младенцы? Колеблющиеся, увлекающиеся всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. И Господь говорит, эти дары нам для того даны, чтобы мы были зрелые, чтобы мы истинной любовью все возвращали, рост, рост в того, который есть глава Христос. Очень мощное место. Так вот, пятигранное служение. Это служение призвано служить в слове «логос» и «рэма». Давайте еще раз напомним, что это значит. Что значит «логос» и что значит «рэма». «Логос». Понятно, что и то, и другое – это греческие слова. «Логос» – это неизменное, непогрешимое, творящее и вдохновленное слово Бога. «Логос» – это совершенное, записанное слово Бога. Библия. Библия. Это полное откровение Бога, его личности, его характера, плана, вечной цели, находящейся в Писании. Это сбудется все от а до я. От а до я. И что такое «рэма»? Сейчас посмотрим разницу между этими словами. Происходящее слово, греческое слово, от выражения «сказать». Мы говорим «вера от слышания», от слова «рэма», от слова «божья». Слово, как иллюстрация. Слово непосредственно говорит вам, непосредственно нам. Адресовано для нашей конкретной ситуации. Это как бы временное, вдохновленное Святым Духом, слово, из слова «логос», которое дает ответ на нашу ситуацию, которое делает это слово очень понятным. Оно как бы открывается для нас. Которое приносит жизнь, силу, веру для выполнения и исполнения. Вот слово этого конкретного. Это важно, важное повеление взять меч Духа, которым является слово Божье, слово «рэма». Оно может быть получено через других людей, как пророческое слово. Оно может быть откровением личным, полученным непосредственно в размышлении над Библией, молитве от Бога. Вот такое слово, оно важно, оно как бы «логос» распечатывает. Но мы понимаем, что «логос» это первичнее. Это слово Божье. Мы только что с вами определение посмотрели. Это слово Божье, это Библия, это полное откровение Бога, это истинное пророческое слово. Так вот, пятигранное служение призвано служить в слове «логос» и слово «рэма». Мы эти слова с вами разобрали. Иисус поместил пять даров в церковь, пять даров, как руководство служениями, чтобы служить в написанном слове «логос» и служить в мгновенном слове «рэма». Мы с вами получаем мгновенное слово. Почему мы с вами не задумываемся, когда пророчествуем? Потому что Господь мгновенно полагает на наше уста пророческое слово. Это мощный ключ для высвобождения духовного служения. Очень мощный ключ. Когда мы берем этот поток мгновенно, не рассуждая, не размышляя, зная о том, что Господь говорит «открой свои уста». И я напомню. Наличие пятигранных служителей, которые служат в духе. Они также тренируют верующих, созидают святых на дело служения, тренируют их применять духовное дарование. Это очень важно. И в этом смысле пророки, пророки, вот сейчас почему так много мы пророчествуем и почему акцент на это? Они имеют большее призвание и помазание обучать и активировать святых. В членском служении и в индивидуальном служении пророки имеют большее призвание активировать в святых дары Святого Духа. Все пятигранные служители были даны Господом для церкви, да? И они способны и взращивать, и снаряжать, и вот это становление святых это их задача. Хотя все пять должны быть способными учить, проповедовать, пророчествовать, служить в дарах Святого Духа, но каждый из них имеет уникальное помазание и способность уникальную, которыми другие не обладают. Допустим, пастор может не быть апостолом, но иметь пророческий дар или быть пророком прям. Эти функции накладываются друг на друга. Пророк является тем, кому даны особые способности для активации святых. Он же слышит, постоянно слышит голос Божий, послушен голосу Божьему, скажем так правильнее. И его божественные способности, вот именно пророка, являются большими, большими, как дар Святого Духа. Я вот такую вам скажу еще вещь, когда пророк пророчествует, когда он возлагает пророк, пророк, пророчествует мы можем все, но когда пророк, мы говорим сейчас о даре пророка, это выше, чем способность высвобождать пророческое слово. Возлагают руки и пророчествуют о дарах и призвании человека. Его слова имеют данные Христом вот эти творящие способности вкладывать, рождать, активировать это служение в человека, в человеке, когда пророк возлагает руки. И если человек, который принимает пророческое слово, принял это по вере, то этот дар становится в нем активным. А если не принял? Не принимают по вере. Это будет рождение, но это будет мертворожденное, как бы вот так вот. Своего рода выкидыш. Активации не будет. Пророк сказал слово, но человек слово не принял. Поняли, да? Насколько это важно. Я вам рассказывала такой пример, когда вот такое действие делали со мной, я думаю, когда же это заработает? Интересно. Я не про даре апостольском, я в свое время получила помазание от человека, очень одарованного Богом. И это была женщина, и она возлагала на меня руки и говорила, что я помазываю тебя и пастырским даром, я помазываю тебя даром и исцеления. И она выливала это на меня, выливала и выливала. Я думаю, когда же это интересно заработает? Сначала было такое, а потом думаю, что же я сижу сомневаюсь? И я приняла это. И это заработало буквально через два месяца. Вот то, что я вам сказала, когда пророк возлагает руки, пророчествует о дарах, о призвании человека, его слова имеют творящую Христом способность рождать, активировать вот это вот вложение, как бы сам дар, вкладывается человека. И если человек принимает, то дар становится активным. Давайте скажем Аминь. Аминь. Имейте это в виду, да, работайте с пророчеством, работайте, воюйте за пророчество. Потому что есть масса неизбывшихся пророчеств. Я опять чувствую, что я занимаюсь все время, но есть одна важная вещь, что я не могу не сказать в завершении этой темы, мы все с вами призваны служить, все, до единого, нет особых. Мы все призваны служить, использовать способность служить в духе. Благодаря разнообразию дарований, помазаний, талантов, различных инструментов, атрибутов божьих даров, каждый член, каждый член тела Христа имеет призвание действовать и служить сверхъестественных дарах Святого Духа. И когда мы служим вот в таком многообразии, мы как раз вот и исполняем вот это слово, давайте я вам, наверное, прочитаю, 16 стих с 4 главы Ефесянам, из которого все тело, вот мы с вами говорили, истинную любовью взращиваем, взращиваемся в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получаем приращение для созидания самого себя. Слышите? Самого себя в любви. А Бог есть любовь. Бог есть любовь. Это происходит тогда, когда хотя бы два члена тела Христова собраны вместе, чтобы служить, чтобы позволить течь потоку Духа Святого и исполняться. Или восполнять нужды тела Христова, или восполнять нужды друг другу. Практика приходит в нашу жизнь для того, чтобы эти дарования могли быть использованы нами. Все мы призваны служить, и мы можем служить, вот имея эти дары, многообразие этих даров. И это очень важный аспект для каждого из нас. Мы учимся не для того, чтобы положить это на полку, а для того, чтобы это использовать. Давайте скажем аминь. 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 Аминь, дорогие. Аминь. Темы. Аминь. Что мы сейчас с вами будем делать? Мне нужен один доброволец, потом мы помолимся, и мы будем этому человеку одному пророчествовать. Начало доброволец. Можно мне? Татьяна Мамонтова. Таня Мамонтова. Хорошо. Мы все будем пророчествовать Таней Мамонтовой. Сейчас включаем микрофон и молимся. И потом высвобождаем по мере готовности. Мамонтова. 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 Аминь. 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 послушаем Бога немножко. Возьмем паузу небольшую. Я сейчас поставлю таймер. И сразу после того, как мы послушаем Господа, мы начнем спонтанно пророчествовать. Сейчас побудем немного в тишине. Спасибо, Господь, что ты даешь просто, что ты даешь без упреков. Мы все обладатели этой благодати твоей. Спасибо, Святой. Пожалуйста, кто первый? Можно мне Лена Зорин? Хорошо, Лена, слушаем Лену. Так говорит Господь, дочь моя. Мне очень угодно, что ты учишься. Ты взбираешься по горе. Ты взбираешься. Я хочу дать молитвенного партнера тебе. чтобы мы едиными устами в одном духе молились и пророчествовали друг другу. И я как бы вижу парту, что ли, такую парту в саду в каком-то цветущем. Вот так. Аминь. 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 Спасибо, Лена. Аминь. Таня, принимайте. Я хочу сказать команде. Принимаю, спасибо. Да, регламенте, чтобы мы могли с вами дать большему числу людей пророчествовать. Давайте возьмем одну минуту, не более, да, сказать, основную ключевую мысль пророчествую. Чтобы большее число участников у нас было сегодня. И, пожалуйста, кто следующий? Можно я. Пожалуйста. Кто это у нас был? Это я. Татьяна первая была. Журавлева. Да, Таня, пожалуйста, представляйтесь, когда говорите. Как говорит Господь, ты гора, на которой находится вулкан, и ты будешь как вулкан извергать мою лаву в духовный мир и пророчествовать людям об истине. Аминь. Аминь. Смотрите, какая интересная динамика. Первое пророчество было о том, что Господь ведет ее на гору. Во втором пророчестве она уже сама является той горой. Очень интересная динамика. Следующая была, по-моему, Светлана, да, Света? Да. Я услышала слово о том, что так говорит тебе Господь. Я восстанавливаю в тебе знания даров на всех трех уровней. Твоя каждая клетка даже будет чувствительна. Аминь. Вот так вот. Можно Ольга Салина? Можно Салина? Оля Салина, пожалуйста. Ага. Я увидела ключ. Увидела ключ, и Господь говорит Татьяне, вот я даю тебе ключ. Прими этот ключ. Открой меня. Познай меня больше. И ты увидишь все. Все ты увидишь через меня. Ты увидишь все просторы, которые будут перед тобою. Все ты откроешь этим ключом. Все знания. Все будет перед тобою. Ты будешь пророчествовать. Ты будешь исцелять людей. Для тебя все будет открыто. Только прими мой ключ. Прими. Вот такое я увидела. Вау, Оля. Как сильно и как конкретно. Уже в конкретной горы. Замечательно. Двигаемся дальше. Кто следующий? Что можно сказать? Бушуева. Таня, Таня, Бушуева, пожалуйста, вам микрофон. Я в начале занятия видела такую картинку. Гора и большой сверху шапка снега. Такая лавина, она как бы угрожающая. И орел, который большой, он кружит над этой горой. И вот этот поток воздуха, белая голова, которыми он летает и создает, раздувает вот эту атмосферу. И этот снег, он просто превращается в такие вот пушинки, в снежинки. И он просто поднимается и разлетается. Вот это утяжеление, оно пропало. оно все рассыпалось на мелкие снежинки. Вот такая была гора, раз пошло в горе. И для Тани Мамонтовой иди ничего не бойся, дочь моя, твое снаряжение готово, у тебя есть все для победы. Аминь. 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 И образ сильный, и слово емкое очень. Аллилуйя. Спасибо, Таня, очень сильно. Аллилуйя. Давайте следующий. давайте я. Хорошо. У меня здесь только несколько слов. Вот как сказали, да, в начале, как начали молиться, увидела орла, который летает над горами. И пришло такое, немаленькая птичка, ты орел, летай высоко, не смущайся, но не превозносишь. Вау, вау, аллилуйя. Какое единство вообще в пророчествах, и даже есть некое, смотрите, даже увещание есть от Господа, спасибо, Дух Святой, мы берем это. Спасибо, Лена, очень сильно, очень сильно. Благодарим тебя, Господь. еще? Лилит, я увидела такую картину девушка, женщина в платье в стиле таких 50-х годов и таком морском стиле бирюзового, такого цвета, нежного-нежного. очень светлого. И Господь говорит, что ты моя дочь, я даю тебе легкость, я даю тебе свежесть морскую, и я призываю тебя к приключениям, поэтому подготовься, приключение, в которое я тебя зову, оно очень увлекательное, и оно будет наполнять тебя. Аминь. Аминь. Шикарно просто милит. Отлично, отлично, если знать Татьяну, то она путешественница еще та, прям в десятку. Аллилуйя, спасибо Господь, мы берем это. Аллилуйя, аминь. Все, пожалуйста. Анастасия, могу сказать. Анастасия, по поводу смерти, снижение, была такая картина море, и рыбак, у которого такая удочка, он такой классный спиннинг такой большой, вот, и который забрасывает, ну, вот так вот, очень далеко, да, как крючок, что там, и прямо с глубины достает рыбу. То есть, способность из глубины доставать, вот, я не совсем понимаю, там, или плоды приносить, то есть, способность зацепить и, ну, как бы, вытащить, вытащить вот этот вот, приносить плод из усла, вот так, что-то. Ой, спасибо, Настя, замечательное качество, шикарно просто поймать и вытащить, поймать и вытащить, обращайте внимание на эти детали, вот эти пророческие слова, которые звучат, вот сейчас обращение, допустим, к Татьяне, ну, в лице Татьяны ко всем, трудитесь над этими словами, здесь столько образов и столько тонкостей, которые помогут вам активироваться в своем призвании, аллилуйя, спасибо, Настя, еще раз, спасибо, Богосподь, кто следующий? Можно я, Лена, пожалуйста, слушаем, Лену. Дорогая дочь моя, я с тобой всегда, доверяй мне и не останавливайся, я веду тебя, успокойся и доверься мне, поднимайся со мной и держи меня, побеждай со мной. Аминь, 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 спасибо, Лена, спасибо, сколько нежности во всем этом, кто следующий? Мануэла тоже, делая, я услышала, Господь говорит, что дочь моя, я твое основание, и ты сделала меня своим основанием, и поэтому я твоя платформа, и ничто тебя не может смутить и напугать. Вот, аминь. Вау, 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 это есть смысл об этом немножечко поговорить, когда Господь говорит, что я твое основание, то вот это вот строение, которое созидается, личность человека, служение его, оно устоит, оно устоит, и мы понимаем, что в свете того, о чем мы с вами говорили, что да, это еще не плод, плод созревает, но когда правильное основание, когда правильный корень, спасибо большое, Мануэла, еще, пожалуйста, есть еще возможность одному человеку у нас возвысить голос и сказать пророческое слово. Включился. Включился. Ой, извините, извините. Так, это кто? Ну, извините, я сейчас уже... Ну, ладно. Все, извините. Галя, потом Анжелика. Так говорит Господь. Я Господь, который животворит все. Все, что умерло, оно будет восстановлено, сожиждено и возвышено, потому что это мое, потому что ты моя, ты мой сосуд, через которого я буду говорить, исцелять и приносить плод. Аминь. 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 Вот как раз то, о чем мы говорили, взращивание плода. Взращивание плода. Аллилуйя. Спасибо, Галя. Спасибо, Господь. Анжелика, пожалуйста. Так говорит Господь, я снабжаю тебя сегодня и каждый день долей твоей все достаточной благодати. Вот все достаточной благодати прямо в голове. Все достаточной благодати. Аминь. Мы тоже это возьмем. Если можно, Анжелика, возьмем на всю команду, что благодати нам достаточно. Скажите, я беру это. Я беру это. Я беру это. Аминь. Я беру это. Можно? Обратную связь можно? Да, пожалуйста. Беру это. Хочу сказать вам всем, всей группе, я вас люблю, благодарю Господа за то, что мы все вместе. И хочу сказать изначально, когда мы молились, с самого начала, и у меня было видение такое, что Иисус стоит передо мной весь в свете, во славе своей светится. И раскрытая книга, раскрытая книга именно Библия. И когда мы молились, одевались во всеоружие Божие, я спрашивала, где там меч или все, а слышу только, что книга, Святое Писание, там все, там и оружие, там слово мое, там заседание, там назидание, там возвышение, там и мой огонь, и там моя живая вода, и все там, принимай. И я благодарю вас за все, что вы именно сейчас, просто в ваших словах, в ваших пророческих словах, что началось именно учиться, учиться. И гора, которая мне опять же, Бог сказал, что всякое место, куда ступят твои ноги, и я сейчас вот это пророчествую всем, всей группе, всякое место, куда ступят ноги ваши, и куда будут глядеть глаза ваши, если вы будете врага видеть, не страшитесь и не ужасайтесь, потому что Господь говорит, что я с тобой, потому что бери эту территорию, бери эту территорию, куда ступят ноги ваши, я сражаюсь за вас, будь тверд и будь мужественной, я никогда не покину тебя, никогда не оставлю тебя, потому что когда ты надеешься на меня, как гора Сеон, не подвигнешься, будешь пребывать всегда в моем доме, и еще про сосуд, у меня опять же было такое слово, и тоже хочу сказать, что все мы, как глина в руках горшечника, в руках Господа нашего, и он творит, творит, сосуд новый, сосуд красивый, сосуд прекрасный, сосуд чести, и мы просто, мы должны быть в его потоке, в его любви, в его славе, и соблюдать этот сосуд, в святости и чистоте, слава Богу вам за все, спасибо вам, я люблю вас, аминь. Спасибо всем, команда, за отделенное время, за то, что мы были все вместе, не забываем про причастие, каждый день не забываем про это, очень мощный инструмент духовный, берем под покров крови Иисуса Христа, не только себя, но и все свое родство, пользуйтесь этим инструментом, не пренебрегайте, а сегодня мы с вами прощаемся, с миром Божьим, шалом-салом. Шалом-салом в тему. Шалом-салом в тему. Шалом, пожалуйста. Спасибо. Шалом-салом в тему. Шалом-салом в тему. Шалом-салом в тему.